Друзья, всем привет! С вами Леся и у нас будет сегодня коротюсенькое, а может и длиннюсенькое видео, как пойдет. Но тут немного продуктов о декоративной косметике. Я кое-что закончила, кое-что решила все-таки подарить. В общем, у меня такое, знаете, вдохновление на генеральные уборки, на расхламление. Ну так мне уже просто расхламлять нечего. Я все, что хотела, отдала. Еще ко мне приедут на выходных, и я там еще кое-что отдам, то, что откладывала, отложила, и все. То есть у меня будет все чистенько, ничего лишнего, ни по каким категориям, ни по каким пунктикам. Поэтому перед выходными я решила еще раз пройтись, посмотреть, что да как. В общем, перезаписала в новые блокноты сроки кодности косметики, ее наличие. В общем, уже новые корзины набросала, чего я хочу купить. Знаете, у меня такое полностью обновление. И давайте начнем с пустых баночек. Закончился у меня тональный крем от Kika Milano. Insta Moisture. Так, это оттенок 1R. Он мне понравился. Он мне понравился. Это оттенок... Не смотрите, то, что он тут как бы непрозрачный. Не стекает как-то вот. Все равно стенки полностью вот в тональном кремушке. И это, с одной стороны, плохо, потому что не знаешь, когда он у тебя закончится, потому что это не видно. Ну, вот уже видно. Тут вот почему-то вот проглядывают, что ничего нет. Такое вот пятнышко стекло. Ну, не знаю. В общем, закончился этот тональный крем. Помпа мне уже ничего не выдает. Мне тональный крем очень понравился. Мне понравился оттенок. Я его покупала в бутике. И именно вот после этого тонального крема я отдала второй шанс марке Kika, потому что когда-то я с ней не подружилась и вообще потом долго не покупала. Короче, тональный крем 1R. Это светлый розовый. Так, тут у меня сводчи, видите, перебирала косметику. У него, знаете, как такой, как пудровый финиш. То есть вы его распределяете и прям такое пудровое-пудровое ощущение. Его абсолютно не видно на лице. Он спокойненько распределяется спонжем. У него среднее покрытие. То есть личико с ним выглядит хорошо. То есть помпа есть, все дела. В общем, классный тональный крем. Единственное, конечно, что у нас в стране Kika Milano стоит поболее, дороже, чем там, где производится. Но это закономерность. Потому что, извините меня, наша натура Сибирика тоже стоит достаточно дорого где-то за границей. Далеко не 200 рублей продукт, как у нас. Он здесь стоит 200, там он будет на, если на наши деньги, тысячу стоить. Поэтому это нормально, что косметика у себя на родине, либо там, где она импортируется прям в ближайшие страны, она будет стоить не так, как если будет импортироваться далеко. Особенно сейчас подорожал Kika. Могу сказать, что я готова дать эти деньги. То есть, в принципе, сейчас Kika стоит по цене такого средненького люкса. Ну, вот я за ту же сумму покупала Anars тональный, просто я его еще не пробовала. Но могу сказать, что да, я готова, я готова заплатить 2-2 с чем-то за этот тональный крем. Ну, потому что он классный. Извините меня, я не хочу покупать Estee Lauder, потому что он плохой. Я его выкинула полбанки, вот этот вот нахваленный их тональник, забыла, как он там называется. Мне он не понравился, он ужасный. Я столько люксовых гирлен у меня был тональник, я его еле домочила, просто добивала, знаете, скрипя сердцем. Да, я готова заплатить за Kika такие деньги, потому что у меня не было с ним никаких проблем. Он классный, он подошел мне по оттенку. Мне нравится раскладка, растяжка тонов у них, потому что у них реально большой выбор. То есть, не так, как, знаете, желтый, коричневый, бежевый. Все, этим ограничились, нет, там и розовые оттенки, и светло-розовые. Очень-очень мне понравилось, с удовольствием использовала, не исключая, что куплю этот тональный, еще какой-то тональный. В общем, с Kika мы подружились. Далее, Shiseido помада 512 оттенок. Знаете, я уже решила, что она отмучилась. Пора ей на покой, потому что, ну, тут осталось, вот, уже когда красишь, это и неудобно, и оттеночек уже мне этот как-то и неинтересен. И оттеночек мне этот уже неинтересен, и краситься ей неудобно, и она старенькая у нее, вот, до конца лета выходит срок годности. В общем, я ей достаточно хорошо попользовалась, она свое отслужила. Ну, как-то я не вижу смысла, знаете, вот, доюзывать, добивать, вот, вышкрябывать косметику. Ну, тут реально уже просто, ну, крохотулька осталась. Это красивый оттенок, это шикарная помада, шикарная, матовая, комфортная, по нанесению, вообще, супер помада. Главное, чтобы, по-моему, оттенок подошел. Я ей долго пользовалась, она мне долго прослужила. Тут уже, ну, и отдавать такое стыдно, знаете, и пользоваться уже неудобно, и оттеночек уже не особо интересен. Короче, я думаю, что мы ее можем отправить на покой. Далее, вот такая вот прекрасная помада от Флавера. Мне она безумно понравилась по своему качеству, но все-таки, ну, я должна понимать, что этот оттенок, ну, вряд ли я им буду когда-то пользоваться. Ну, серьезно. Он очень интересный. И пахнет помадой интересно, такой свежащий цветочный аромат, наверное, розы. Это, знаете, такая помада, она не коричневая, она как будто бы кирпично-оранжевая, светлая. Когда она высыхает, она становится еще более светлой. Очень приятное нанесение, супер-кремовая. После этой помады я поняла, что есть реально безумно комфортные жидкие матовые помады. Качество выше всяких похвал. Она не растекается, она классно наносится. Вы ее наносите, как будто бы вы вот наносите обычную комфортную помаду, потом она становится матовой и стойкой. Прекрасная, просто прекрасная по своему качеству. Мне так хотелось бы иметь такую помаду в арсенале, но только в своем оттенке. В оттенках, которые мне интересны. Ну, это, понимаете, ну, такой помадой я могу накраситься в какое-то там госучреждение. Ну, в принципе, у меня есть, допустим, розовая помада от Кика, которая мне больше нравится. Которую лучше я ей накрашу, чем вот такой. Тем более я не люблю теплые макияжи. То есть, ну, так мне нравится оформление, мне нравится качество, мне нравится подача бренда, их эстетика. Но все-таки оттенок это не мой. И у этой помады до конца года, срок годности, просто, скорее всего, она у меня пролежит. Я ее выброшу, так как у меня еще кое-что осталось, то, что я хочу подарить. И это будет подарено на выходных. Я просто эту помаду тоже подарю и все. Чем она у меня будет пролежа. Мне просто жалко даже, что такой хороший продукт останется невостребованным в деле. Поэтому, взвесив все за и против, я все-таки решила, что я ее подарю. И тогда, после выходных, я уж точно избавлюсь от всего ненужного. И у меня все будет четенько. И я надеюсь, покупки мои тоже будут четенькие и без расхламления. Я всегда так надеюсь, но иногда бывают провалы. Кстати, помада, это был подарок за покупку, я ее не покупала. И я хочу показать здесь, как это относится к декоративке косвенно. От Beauty Blender поставила мыльце в использование. Сам Beauty Blender я тоже поставила в использование, но я вам о нем пока ничего не говорю, потому что смысл вам говорить. Я хочу посмотреть, как долго он мне прослужит тогда. Вот я вам и скажу о нем отзывы. Ну, вот такое вот мыльце. Я не знаю, девочки, что сказать, но я им пользуюсь. Оно было в подарок за покупку Beauty Blender. Но, не знаю, мне кажется, то же самое, если будешь просто обычно мыло мыть. Я не знаю, что сказать по поводу этого мыла. Но вот оно у меня есть. Специально я бы не покупала, чтобы мыть спонж. Не скажу, что он прям как-то супер-мега вымывает нальник из спонжа. Нет, такого нет. Ну, не знаю, пользуюсь. Девчонки, это все, что хотела сказать, показать, рассказать. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.